Запустить самолёт так, чтобы он пролетел как можно дальше и набрал максимальное количество очков. Такую цель ставили перед собой участники городского этапа конкурса «Лети модель». У каждого в руках уникальная модель, созданная своими руками по определенным требованиям. У нас есть технические требования, которые мы придерживаем. И по ним делаем модели. Тут требование такое, что модель не должна превышать веса 15 грамм. Размах крыльев не должен быть больше 250 мм. В конкурсе приняли участие более 20 спортсменов. Ребят разделили на три возрастные группы. Фёдор Калинин попал в самую старшую категорию. Он участвует в соревнованиях впервые и считает, что самое сложное – это запуск. Для того, чтобы авиамодель полетела правильно, спортсмену необходимо быть спокойным и полностью сконцентрировать своё внимание на самолёте. Несмотря на то, что я сюда мало хожу, я готов поехать на областные соревнования и забрать оттуда первое место. Вера Хохлова в прошлом году смогла пройти отбор на региональный этап конкурса «Авиамоделистов в шатках». Но занять на нём призовое место ей не удалось. Приведя работу над ошибками, Вера поняла, что нужно сделать, чтобы стать первой на чемпионате. Я буду ровно выставлять крылья и вот так, чтобы если вот так вот как-нибудь выставить крылья, тогда самолёт полетит криво и как бы ты точно от тебя не отберут. Победители городских соревнований поедут на региональный этап конкурса «Лети модель в шатке». Узнать именно тех, кто прошёл следующий тур, можно на официальном сайте Дворца пионеров или в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.